Блин, я звук потише игры сделаю. Эти кенты мои. Спектр слишком шумят. Пусть так пока. Я потом погромче сделаю. Итак, это мой третий, если я не ошибаюсь, да, третий персонаж за эту лигу. Абис. И в этот раз я дошёл до карты. Это очень круто. С третьего раза это очень хорошо для меня. Ну, как дошёл до карты. Я только что Китаву убил. 6 ачивок из 40 выполнено. Ну, это изи просто. Мне как бы наплевать на ачивки. Я их пока особо не делал. Ну, то есть я на них не зацикливался. Сейчас как бы вам доказать, что я Китаву убил. Не знаю, как вам это доказать. Короче, поверьте мне на слово, я убил Китаву. Пришлось логаут делать, правда. А, вот акт 10 Китава, вот написано. Так. Так, я на секунду альтабнулся просто проверить ОБС. Ну, я всегда типа убежку у Эльпидона делаю. Мне очень нравится. И когда дохожу до карты. То есть я не вижу смысла просто раньше делать. Вот, хардкор Абис. Да, да, хардкор Абис. Я не знаю, почему, наверное, можно было и на SSF поиграть. Ну, вот решил просто на хардкоре. Так. Ну, у меня микротранзакции есть тут всякие. Сейчас для начала... Для начала я... Чёрт. Ну, чёрт. Блядь, как-то вот... Я поделаю убежку. Так, станки, станки, станки. Станки. Могу прям всего не помнить. Всё, да? Вроде всё расставил. Верстак умельца стоит. Постой. Верстак умельца, да, вроде. Следующее, что у меня тут есть? У меня есть... Меч. Вот, меч. Меч, это чтобы вставлять. Ну, как в Дарк Соулс. Вот этот вот Бонфайр. Диванчик, диванчик, диванчик. Ну, я так... Чисто вот убежку просто. Как бы... Наверное, уже понятно, какой у меня билд. Видите, у меня пятилинка есть. Вот. Ебашил СРС. Кстати, хочу заметить, что урон огнём. Он даёт больше урона, как я заметил. Чем физурон ближнего боя. То есть, для СРСов лучше урон огнём. Не знаю, как я заметил. У меня 23 увеличения урона приспешников. 23% на посохе. Резисты у меня 42, 75, 38. Ну, я их ещё не делал. Просто вот как я перешёл на 10-й акт, это голые резисты. Вот. Я их ещё не калибровал, так сказать. Ну, уже неплохо. Так. Нет. Диван чуть-чуть повернуть. Тут Занна должна стоять. Вот. Где-то тут. Рядом с моим диваном. Золотые статуи есть. Ну, статуи. Сюда. Челики есть у меня. Есть челики. Челики сейчас покажу. Ну, а тут в сторонке огонь. Пусть бомжи греются. Изгнанники. Изгнанники. И второй. Чтоб скучно не было. Ну, да. Вот как-то так. Книжный шкаф. Ну, книжный шкаф, очевидно. Рядом работягам книги не нужны. Он Занна будет тут стоять читать. Вот так. Коврик. Ну, коврик, очевидно. Вот так, захренач. Спектры мешают. Ну, ладно. Машина-картоходцы. Круто. Теперь машина-картоходцы. Уже есть по дефолту. То есть, не нужно... Ой, отключил. Да, я с холодной ненавистью бегаю. Я, возможно, потом с Момом буду бегать. Чё за фигня? Почему я... Сука, я застрял. Рофл. Я застрял в машине-картоходцы. Бывает чё. Во, я-то думаю, чё, идти не могу. Бывает чё. Ну, и вот тут рядом Сана будет стоять. Картина. Ну, картина тут валяется, разбитая, так сказать. Мебель валяется, тут, не знаю, каменный стул для гостей. Золотой сосуд. Пусть по обоим сторонам. Вот так стоят. У меня где-то платная была фигня. Ну, как платная? Из сундука, из какого-то. Вот белый кристалл. Угу. Ну, такое. Кстати, я ещё квесты недовыполнял. Ну, это ладно. Ну, один. Я потом вернусь и выполню. Ну, это хрен с ним. У меня есть энергетический купол. Это я в конце покажу. Потому что из-за него ничего видно не будет. Постойте. А чё тут пробел какой-то? Станка не хватает? Верстак броника, благословенная купель. А чего тут не хватает? Реально, потому что я не помню. Я прям просто, ну, не супер 10к в этой игре. Потому что я надгробий не хватает. Нет, надгробия есть. Не, надо, я хочу, чтобы по порядку стоял. Тогда вот сюда. Вроде все станки. Хм. Хрен с ним. Что такое площадка? Короче, площадка в скобочках столб. Так. Снять. Ну, да, вот станки, в принципе, удобно стоят. Вот этот дальний я сниму. Поближе поставлю. Вот так. Эльпидон, чё он тут стоит? Вот тут пусть стоит. Зану куда-нибудь вот сюда тогда вот прям рядом с тайничком поставить. Блин, я когда торговлей давно занимался. Я помню, челики иногда такие ебанутые убежки делали. Типа, просто они очень далеко ставили тайник от портала. Типа, не могу этого понять. Когда я с ними торговал, типа, неудобно было. Если мне чё-то надо было достать, например. Так. Так. У меня есть ещё одна площадка. Пусть вот тут тогда. Ну, вот тут тогда пусть вот так. Чаша. Вот она, чаша. Правильно это она. А, у меня две чаши есть. Нет, неправильно. Чаша огня. А у меня ещё обычная чаша. Спектра наказана вот в углу стоит за шкафом. Ну, она просто наказана. Нет, тогда мечей не будет видно. Вот. Не знаю, типа, так. Ну, уютненько, почему нет. Так, следующее, что надо сделать, это резист. Ну, и потом к Зане зайти. То есть, я к Зане ещё не заходил. Ну, вот у меня столько вот шмота. Я торговлей не занимался, ничего не продавал. В идеале я бы хотел бегать со щитом, но у меня просто вот двуручка с петелинком. Ну, а тогда, конечно, со щитом бы хотелось. Даже не знаю, сейчас думать над резистами. К молнии и к огню нужны. К молнии и к огню. Типа, вообще, я люблю тяжёлую броню. Ну, то есть, реально, я бы просто в арморе бы бегал, и всё. 4631 хп у меня. То есть, ну, реально, я очень жирный. Ну, это хорошо, конечно. Не знаю, сейчас надо будет чекать. Колечки что-то у меня тут дерьмовые какие-то. Сейчас спектры пропадут, пока буду переключать, ну ладно. Тут проблема просто в цвете слотов. То, что, например, на вот такой тяжёлой броне сложно будет слоты и нужно иметь. Такое. Не, ну, башку можно сменить. Башку прям можно сменить. Блять, лагает. Ммм, заебись. И так, пиздец, у меня, короче, кабель с интернетом отошёл. Просто у меня минус интернет стал. Но это ладно. Вот хочется какую-то тяжёлую броню вот такую носить. Мои резисты составляют 65, 75, 69. Притом к холоду у меня перебор. Короче, вот, может кто-то скажет, что это вред, но типа я... У меня давать 4% снижение физерона, типа... Я тяжёлую броню достаточно вот одел. Шлем, перчатки, да. Ну, такое себе, не знаю. Вот, кстати, сотворение скелета вал выбил. Вот, буквально вот только что. Она даже не вкачанная. Ну, блин, у меня 4860 хп. Ну, надеюсь, не рипнусь на тир-1. Реально, я ещё не делал себе такого жирного персонажа, наверное. Реально, 4860 хп. Это пиздец. Давай, девочка. Это новые карты. То есть, раньше тир-1 другие были. Ну, у меня, кстати, есть мапы, если чё. Ну, давай попробуем. Модификаторы количества найденных предметов на этой карте также применяются к редкости. Ну, гоу. Ладно, гоу. Да, вы видели, у меня есть машина-картахо отца в убежище. Раньше мне долина джунглей нравилась очень. На первом уровне. А вот теперь всё поменяли. Это, короче, я за эту лигу впервые на карты захожу. Прямо меня аж трясёт. Прямо от предвкушения. Ну, это новые карты. Ушла от меня девочка. Это новые карты. Мне прям страшно. Реально. А чё тут мобов нет? А, есть. Я подумал, что мобов нет, обрадовался. Три лабы я прошёл, как я сказал. СРСы жёсткие, да? Типа они сами вперёд идут. Я, кстати, провоцирующий тотем с собой ношу. Вот, тотем-приманка. Против боссов. Почему бэннин? Ну, вообще, в сложных ситуациях. Ну, такой нормальный урон, в принципе. Как мне кажется. Лагаут макрос включен. Но он у меня всегда включен. У меня, кстати, спектра нет. А у меня добивание на них стоит. Где они? Вот. Вообще пофиг любых. Чисто ради добивания. Ну, у меня добивание и редкость предметов на спектрах. Вот впервые захожу. Это вот моя первая карта в новой пое. Вот как её обновили. То есть для меня это вообще вот. Абсолютно новая карта. Впервые. Ну, СРСы, они жёсткие, да. Типа они за тебя дерутся, можно сказать. Просто сами вперёд ебашат. Я только вошёл на эту карту, уже ненавижу её. Ну, ладно. Чисто босса убить. Для квеста. Просто я уже ненавижу эту карту. Ну, каст вендем от Штейка, но у меня стоит. Но это очевидно, это всегда надо. Видите, тупо СРСы сами вперёд идут. Насчёт спектра. Спектр надо вообще в девятом акте, по идее, подбирать. Ну, мне просто впадло было. То есть в десятом. Новая вкладка для карт вышла. Кстати, если кто не знал, я надеюсь, все знают. Вот новая вкладка для карт. Кто тут босс, интересный тюремщик? Это же тюрьма получается, да? Ну, подобие тюрьмы. 68 уровень мобов. Нормально. Я получаю плюс. Ух, нихуя. Я получаю плюс от подношений, кстати. Вот это сейчас было жёстко. Ну, это шок. Это шок так работает. Жёсткая фигня. Ну да, по сути, впереди осталась Сюберлаба. Ну и шесть линк бы ещё. Но я не знаю, откуда шесть линк брать, если честно. Вообще, дурацкая карта. Реально, я уже ненавижу эту карту. Просто она какая-то полупустая. Запутанная. Реально. Кстати, теперь мобы из новых актов на картах будут. Типа раньше не было. Это вот та новая фича. То, что мобов новых добавили на карты. Тюремщик, да? Непонятно. Сука. Подлагивает. Да вот же тотем стоит он. Тюремщик, да? Ну да, тюремщик. Главное подношение всегда юзать. Ну это вообще, когда некромантом играешь, не забывать просто об этом. Ну и всегда быть осторожным. Но это вообще всегда в бою. Всегда быть осторожным. То есть, какой бы высокий уровень не был, ты всё равно можешь просесть по хп сильно. Ну вот и здесь я сделал карту. Отлично. Поговорите с Занной. Где она? Я даже эту карту проходить не хочу полностью защищать. Вообще к чёрту её подземелье. Вот, запомните эту карту подземелья. Не проходите её. Ещё бред. Да, всё хорошо. Вот, отлично. То есть, вообще, новые атласы, да, они перекроили, получается. Изменили тиры. И вот, новую тему добавили. И элдер, шейпер, вот эта вот борьба. Древнего с ткачом. Каждое завершённое... Каждое завершённое дополнительное задание повышает этот шанс на 1%. То, что ж, на уровень высшей карты выпадет. Блять, у меня убежище заполнено. Сейчас я кого-нибудь в турную из убежища. Ладно, вот как-то так. Теперь главное надеяться не липнуться. На второй и третьей карте. Не знаю. Ну, почти 5 кхп. Ладно. Как-то так. Может, ещё спектр подниму сейчас нормальных. Правда, они и так слишком быстро дохнут. Не вижу особого смысла, на самом деле. Спектр так они. Больше для таргета. Ладно. Как-то так. Как-то так. По- RB99. ...